Харьков, 4 мая 16 год, 7 чудес Харькова, Успенский собор, 1777 года постройки, долгое время самым высоким зданием был Харькова. Это у нас Благовещенский собор, 1901 года постройки. Это Покровский собор, построен на минуточку в 1689 году. Ближе подходить не буду, слой пыленое изделие создаёт впечатление, что экспонат построен тогда же, и портит всё впечатление от просмотра. Кроме того, создаёт впечатление чтобы пыль не вытирали с того же 1689 года. Зеркальная струя. В 1947 году её построили, и сейчас это символ Харькова. Тоже одна из ярких достопримечательностей города Харькова, памятник Шевченко. 1936 год постройки. По-моему, самый высокий из памятников, самый большой, крупный из памятников Шевченко. А их по миру построено около 1300. Больше, по-моему, только памятников Будды, если не считать тоталитарных лидеров, и памятников в их честь. Этот дом со шпилем. Знают его, пожалуй, только харьковчане. И последнее из чудес Харькова – это Газпром. Построен в тот период, когда Харьков был столицей Украины, А Харьков был столицей с 19-го, по-моему, года, по 34-й, когда столица была перенесена в Киев. Ну и памятник влюблённых. Один из памятников влюблённых в Харькове. У нас их два, оба совершенно нецензурные, довольно суровые. Ребята, памятник, как иллюстрация к тезису «Любовь зла» полюбишь, несмотря ни на что. Харьков, 4 мая, 16-й год. И построен, наконец, храм святых жен Мироносец. Храм был разрушен в 1930 году и восстановлен, ну, года два назад ещё строился. Тут памятный камень Ивану Сырко – кашевой атаман Запорожской Сечи. Родился он в 1610 году и, как сообщают нам, за время своего атаманства провёл более 200 малых и больших сражений. Увековечен нашим земляком из города Чугуев, Репиным, под Харьковом тот Чугуев город, на картине запорожца. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Ну и зеркальная струя. Буквально пару минут назад включили фонтан. За зеркальной струей оперный театр. Ну и «Радуга» как бонус. Вот как хорошо. Знаковое для Харькова место – зеркальная струя – символ города Харьков. Тут же у нас портрет Леонида Быкова. Ниже по Сумской там Успенский собор. Не так далеко отсюда. Оперный театр. И тут же недалеко сразу и памятник Шевченко. И знак 50-й параллели, на которой расположен Харьков. Сейчас мимо него как раз пройдем. А вон еще какой-то памятник. Памятник ленности, памятник праздности. Памятник нецелевому расходованию строительного материала бетон. Это Архангел. Вот уже не помню какой. Сразу за Архангелом. Аллея Славы. Нет, отставить Аллея Славы. Это Аллея Звезд. Харьковская сирень. Кинофестиваль Харьковская сирень. Так, и вот. Пятидесятая параллель. Вот так она идет. Харьков. Иерусалим, Рим, Париж. Северный полюс. Дубаи. Ну так посмотришь и недалеко. Авторы проекта 50-я параллель. Фомичев, Фомичев, Бабиченко. А также депутатская группа «Молодые регионы». Регионы. О, это уже история. 36-й 1936 год постройки. Вон видно пресловутое колесо. Которое предлагают найти несведущим. Огромное тракторное колесо. Ну и памятник, символизирующий эволюционное развитие революционного общества. От Крепакил до революционных солдат и интеллигенция. Ну и совсем недалеко здесь до площади Свобода. На которой не так давно снесли остатки уже памятника Ленину. Памятник Ленина был снесен, по-моему, в 15-м году. Нет, в сентябре, в сентябре 14-го. В сентябре 14-го. И вот 12 апреля 16-го года разобрали монумент. Крошит сорваный цоколь монумента, взрывая сталь отбойных молотков. Крутой раствор отбойного цемента. Рассчитан был на тысячу веков. Есть такое произведение у Твардовского. Написано оно явно было по поводу десталинизации. О том, что расчет на вековую память не оправдывается. Но и разрушение этой памяти требует значительных усилий. Хороший стих. Так, это, сказать мяч банально. Устанавливал его Блохин. Ну, не устанавливал. При установке присутствовал Блохин. Подписывал. И было это году так, в 2001-м, насколько я помню. Блохин. Назь, как. В? В? В. В? 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Памятник казаку Харькова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 угольные глыби зажатой между влюбленными влюблены они в камень за пазухой который как известно ближе к телу так это у нас данилевского там уже рядышком проспект науки бывший проспект ленина и идем далее памятник старости чем как по назначению так и по состоянию скульптуры просто феерический по задумке памятник правом ушам не в смысле что они во всем правы от мертвого осла уши уж явно не ослины говорят кто-то в эти уши даже шепчет какие-то желания загадывает и последнее что есть по крайней мере что увидел я даже затрудняюсь обозначить памятником чему это является с некоторым трудом можно разглядеть женское лицо женская ну пускай будет женская и крыло памятник нике богиня победы памятник крылу в общем надо будет порыться в гугле посмотреть а а а а Продолжение следует...